Дорогие участники телеконкурса «Школьников, знатоков православной культуры!» Я молитвенно желаю вам благословенных успехов перед началом этой встречи. Знайте, что эта встреча желаемая всеми нами, и всеми милостью Господь да благословит ваши труды! Добрый день, дорогие телезрители! Напоминаю, что мы продолжаем «Игры школьников, знатоков православной культуры и зерной истины» полуфинал Крымского республиканского конкурса. И сейчас вы видите появившуюся турнирную таблицу, на которой ясно, что первая команда Екатерины Синкевич из города Саки победила телезрителей со счетом 6-1. А сегодня мы познакомимся с командой знатоков Дарьей Новоселовой. Все ребята живут и учатся в Кировском районе Республики Крым. Итак, встречаем Ольгу Данилушкину. Ввлекается киноискусством и чтением художественной литературы. Алена Кравченко закончила музыкальную школу по классу фортепиано. Полина Новоселова – ученица 7-го класса Старокрымского УВК номер 1. Она любит читать стихи и участвует в школьных олимпиадах. Александр Алексеев – интересуется историей православных храмов Крыма. Анастасия Блинова учится в 7-м классе Старокрымского УВК номер 3. Ее любимый предмет – это русская литература. Александр Муравецкий – учащийся 11-го класса Старокрымского УВК номер 1. Он занимается спортом, а еще Александр Панамарь при храме Успения Пресвятой Богородицы. Хочет служить в армии. Ну и наконец мы встречаем капитана команды Дарью Новоселову – ученицу 10-го класса Старокрымского УВК номер 1. Она активно участвует в жизни школы, принимает участие в школьных и районных олимпиадах по основам православной культуры Крыма. Итак, первый вопрос для своей команды выбирает Ольга Данилушкина. Вопрос номер 15. Это вопрос для самой дружной команды, как вы догадались. Категория один за всех и все за одного. Пока вы выбираете, кто останется за конкурсным столом, я выйду к вам. За конкурсным столом остаюсь я, капитан команды. Итак, три коротких вопроса из ларца. Встречаем! Есть традиция крестить младенцев на сороковой день. А почему именно на сороковой? 20 секунд. Итак, Даша. Почему на сороковой день возникла традиция крестить младенца? Я думаю, именно потому, что Иисус Христос держал пост 40 дней, когда Он отделился от людей в пустыню. 40 дней в пустыне. Ну, я уж не знаю, как сказать правильно, к сожалению, или как-то по-другому, но, увы, эта традиция, точнее возникновение этой традиции, никак не связано с сорокадневным постом. Если бы, конечно, вопрос был, почему Великий пост длится 40 дней, то мы бы, конечно, тогда сказали, что сорок дней Господь алкал в пустыне. А вот сороковой день на крещение, как правило, приходится потому, что именно в ветхозаветные времена ребенка приносили на сороковой день в храм от роду. Ну, так, собственно говоря, было и с самим Господом Иисусом Христом. К сожалению, не удалось сейчас дать правильный ответ вашей команде на этот вопрос, но я думаю, что это означает только одно, что команда поддержит своего представителя. Я приглашаю вас за некоторые места и желаю вам победы. Ну что же, 1-0, как сейчас видно на экранах мониторов, в пользу телезрителей. Второй вопрос для твоей команды выбирает Алена Кравченко. Вопрос номер 16. Ну что же, три коротких вопроса из Ларца. Только сейчас вы остаетесь все на месте, потому что вам предстоит обсудить их коллективно. Итак, внимание. Эти праведники отличались полным пренебрежением ко всем благам жизни. Они не боялись говорить правду даже царям, облегчали людей несправедливых, забывающих правду. За подвиги и самоотречения Бог награждал их дарами мудрости и прозорливости. Через 20 секунд скажите, как называются эти подвижники? Ну а старцы, а какие именно нужно имена назвать? Оптимские старцы. И почему они полным... Какие версии есть? А почему они пренебрегали этим? И то, что они сам обличали... Итак, уважаемые знатоки, мы слушаем ваш ответ. Мы считаем, что этими праведниками были старцы. Старцы. А есть разве такое наименование, старец Христа ради? Нет, но это именно старцы, которые не боялись говорить о своем мнении и обличали людей, которых по-другому можно назвать юродивые ради Христа. Так все-таки, вам нужно сейчас из двух ферзий выбрать только одну. Юродивые ради Христа. Ну что же, правильный ответ юродивые Христа ради. Я читаю второй короткий вопрос. Не так давно мы праздновали юбилей события, напрямую связанного и с Казанской иконой Божьей Матери, и с Днем Народного Единства. Это событие, кроме того, стало еще и окончанием смутного времени в истории России. Через 20 секунд скажите, пожалуйста, о каком событии идет речь? Это когда Дмитрий, они освободили Москву, и когда вошли, освободили Китай город и Москву, и вошли в Москву и Китай город с Казанской иконой Божьей Матери. Да, с Москвой, да. Это 4 ноября? Да. Да. Итак, капитан команды Дарья Новоселова, будет у вас ответ. Да. Мы считаем, что это событие, когда освободили Москву и Китай город от польского нашествия в 1618 году, и когда вошли в эти города с Казанской иконой Божьей Матери. А не повторите еще раз год. 1612-й. Ну, скажем так, начало борьбы было в 1612 году, а закончилась эта освободительная война в 1613-м, и на российский престол был возведен Михаил Романов. Все-таки суть события вы ответили верно, несмотря на то, что вам не удалось в силу вашего возраста достаточно подробно изучить историю России в силу разных обстоятельств. Поэтому я считаю сейчас закономерным прочитать третий вопрос. В книгу рекордов Гиннеса попал предмет, изготовленный в бельгийском городе Сан-Николя накануне весеннего праздника. Его размеры составляли 8 метров 32 сантиметра на 6 метров 39 сантиметров. Для его изготовления 26 местным кондитерам потребовалось около 50 тысяч единиц материала. Через 20 секунд назовите этот предмет, указав праздник и материал, из которого он был изготовлен. Праздник весной, какой Пасха, да, и именно вот 26 местных кондитеров, 50 тысяч единиц, или какой-нибудь предмет из какого, ну шоколад, ну шоколад, ну какой-нибудь, да, кулич. Итак, 20 секунд за стекло. Дарья Новоселова, будет ли у вас ответ на этот вопрос? Да, мы считаем, что это пасхальный кулич в преддверии праздника Пасхи. 8 метров на 6 метров. Что же за ингредиенты были предоставлены для изготовления этого экспоната из книги рекордов Гиннеса? Это может быть пасхальное яйцо. Может быть. Пасхальное яйцо? Да. А из чего оно могло быть сделано? Из пасхальных яиц. Из пасхальных яиц. Ну что же, я прошу сейчас представителя совета старейшин, Светлану Ивановну Притула, выйти сюда для того, чтобы объявить, насколько правильный был ответ. Итак, внимание. Шоколадное пасхальное яйцо. Свет старейшин. Уважаемые ведущие, уважаемые знатоки, мы очень внимательно следили за ходом ваших мыслей. И хотя ответ ваш был не совсем точным, но все-таки сама идея, сама мысль была правильной. И поэтому мы просим нашего уважаемого ведущего засчитать ваш ответ как правильный. Ну что же, счет становится 1-1. Полина Новоселова, юная поэтесса, выбирает сейчас следующий вопрос. Вопрос номер 17. Итак, это вопрос на заданную тему. Внимание на сценическую площадку. Вам подготовили его ваши друзья, коллеги, знатоки православной культуры из города Саки, Республика Крым. В школе закончились уроки. Маша осталась, собирают вещи. Заходит учитель. Ой, Маша, как хорошо, что ты все еще здесь. На завтра нам надо подготовить плакат о здоровом образе жизни. Обычно плакаты рисуют Сережа и Света, но они уехали на соревнования, так что я поручаю, это тебе. Ну, не подведи наш класс. Что же делать? Рисовать-то я не умею? Придумала. Оброшу свою лучшую подругу Настю. Она художественной студией занимается, должна помочь. Алло, Настя, у меня к тебе предложение. Ты сейчас дома? Тогда я тебе сейчас зайду. Дома у Насти. Привет, Маша. Заходи, только давай быстро, я в музей на выставку собираюсь. Помоги плакат нарисовать, мне классно было, ручила. А ты знаешь, какой из дней рисовать сейчас? Маша, ну я сейчас на выставку собираюсь в музей, давай потом, завтра. Завтра нельзя, завтра уже плакат нужно будет сдавать. Давай я в тебя попозже зайду. У меня текст есть. Попозже у меня репетитор по английскому. Неужели ничего нельзя придумать? Мне больше не к кому обратиться. Пожалуйста. Раз ты так просишь, что тебе больше не к кому обратиться? Ну, я тоже в поход в музей. Но к урокам нужно самой готовиться. Дорогие знатоки, через одну минуту назовите притчу, на которую был поставлен сюжет. Итак, уважаемые знатоки, у вас минуты на размышления. Что же это за евангельская притча? Может быть, о другом бродячем хлебе, потому что он просил, просил, и ему дали. Она просила ей помочь, она была занята, а потом она отложила свои дела и помогла ей. Она просил, 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 и вот как, похоже на друге, просящем хлеба. Он тоже сначала не хотел давать, и говорил то, что подожди, у меня уже все спят, я тебе не могу выйти. Но когда он уже просил, 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 он уже вышел. Какая может быть еще притча? А милосердие на своем линии тут вообще никак не подходит, то, что она ей помогла. Ну, нет, не подходит, потому что сначала один не помог, потом второй. В общем, хлеб? Точно. Да. Ну что же, Дарья Новоселова, капитан команды, время для обсуждения истекло. Будет ли у вас ответ на этот вопрос? Конечно, будет. Отвечает Новоселова Полина. Мы с командой посовещались и решили, что эта притча похожа на притчу под названием «О друге, просящем у соседа хлеба». Ну что же, давайте сейчас попросим ваших друзей из города Саки сказать, что же это было. Наша команда представила сюжет на притчу о друге, просящем хлеба в полночь, которая рассказывает о неотступности молитвы. Всякий просящий получит, всякий ищущий найдет и всякому стучащему отворят. Ваш ответ верен. Ну что же, я желаю, чтобы и в вашей жизни всегда так было. Когда вы будете стучать, пусть вам отворят. Итак, дорогие друзья, для того, чтобы продолжить ваше радостное настроение, я приглашаю сейчас вокальный ансамбль «Калина» Детского дома культуры, села Кольчугина, «Журчат ручьи». По бульвару красный шоу прохожий, Птицы пели, дрели, про охрен. Дет прохожий, чертой, чернокожий, Но, но, уважаемый портфель, Шоу мужчина, щина и солидно, Презирай, птичьи, перезволь. По лицу мужчины было видно, Что весу не одобряли дну. Что вся эта бездна ни к чему, Что песня не нужна никому, Что вешняя вода ерунда. Да, да, ерунда. Шурчат ручьи, слепят лучи, Витает лед и сердце тает, И даже петь в апрельский день, Верёгкой снова стать лень штает. Весёлый шпех гудит в весеннюю тревогу, Кричат задорные, весёлые скворцы. Кричат скворцы во все концы, Весна идёт, весне в дорогу. Всё вокруг чудесно и волшебно, Но прохожий слеза и ворчит, Вот ручей шурчит и неизвестно, Для чего и почему шурчит. Налетел и пробежал по луже, Мелкорябрый ветер озорнил, А ворчу накинул крепку туши, И сердито поднял воротник. Ему это бездна ни к чему, И песня не нужна никому, И вежняя вода ерунда. Да, но всё равно. Журчат ручьи, слепят лучи, И тает лёд, и сердце тает, И даже петь в апрельский день Вперёдской снова встать мечтает, Весёлый шпель гудит в весеннюю тревогу, Кричат задорные весёлые дворцы. Кричат дворцы во все концы, Весна идёт, весне в дорогу. Это был вокальный ансамбль «Калина», Село Кольчугино, Симферопольский район. А я хочу напомнить счёт 2-1 В пользу знатоков православной культуры Из команды Дарьи Новосёловой. Четвёртый вопрос для своей команды Выбирает Александр Алексеев. Вопрос номер 26 Частицы, вынимаемые из просвор на Проскомидии, В честь и память Пресвятой Богородицы, Иоанна Крестителя, И всех святых, А также живших и умерших, Почивших членов православной церкви, Прообразуют всю церковь Христову, Земных и Небесных. За ангелов по служебнику Русской православной церкви Частицы не вынимаются, Так как внимание акцентируется На одном важном церковном догмате. Что же это за догмат? Сколько за людей? За ангелы? Потому что ангелы – это бестелесные духи. Ну, Бог же тоже бестелесные духи. Ну, за него же не вынимаются частицы. Именно за Иисуса Христа же вынимаются, И за Богородицу, И за живших и неживших. Потому что ангелы, Они же, получается, не могут уже грешить. Потому что они бестелесные духи. Их никто не видит. Какие-нибудь еще есть версии? Ну, это понятно, но какой догмат тогда? Ну, догмат, то, что ангелы – это бестелесные духи. Они же созданы идеально. Люди, они там и жили, и грешили. И грешили. Именно. Это та помощь. Да, они просто идеальны. Просто идеальны. Без грехов, без тела. Да, созданы. Духи. Да. Ну что же, дорогие знатоки, команда Дарьи Новоселовой, Будет ли у вас ответ на этот вопрос? Да, будет. Отвечает Муровецкий Александр. Наша команда посвящалась и решила, что за ангелы частицы не вынимаются. Так как они не жили на земле, они не грешили, и не вовлечались, не приобретали плоть, как у нас, как у нас людей. Ну что же, ваша версия ясна. А поэтому сейчас, для того, чтобы оценить ваш вопрос по достоинству, я попрошу члена Совета Старейшин Ирея Алексея Остапова. Совет Старейшин решил, что хотя вы и не назвали сам догмат, а догмат этот именуется как догмат искупления, но суть этого ответа вы дали верно. Христос потерпел смерть на кресте за людей, а не за ангелов. Поэтому мы просим уважаемого ведущего засчитать ваш ответ как верный. И поэтому сейчас на мониторе появляется счет 3-1 в пользу команды знатоков православной культуры Дарьи Новоселовой. Пятый вопрос для своей команды выберет Анастасия Блинова. Вопрос номер 4 Встречаем загадочный ларец. В середине 17 века в Калужской губернии один благочестивый крестьянин был застегнут в пути сильнейшей метелью. Отчаявшись добраться до жилья, замерзая и осознавая, что никто его не разыщет, погибая, он всем своим существом взмолился при святой Богородице. И она его услышала. В соседнем селении крестьянину, другому, послышался голос «Возьмите!» он вышел и обнаружил неподалеку замерзавшего. Спасенный в благодарность заказал икону, празднование которой совершается в феврале месяце. Перед этой иконой как раз и молятся те, кому грозит неминуемая погибель, или те, кто хочет обрести своих родственников, которым угрожает такая смертельная опасность. Через одну минуту вы должны будете назвать, как же называется такая икона, репродукция которой находится сейчас в загадочном ларце. «Искание погибших». Этой иконе молятся, когда грозит гибель. «Искание погибших». Это Божий Матерь? Да. У нас есть досрочный ответ. Ну что же, 20 секунд еще не прошло, поэтому вы имеете такую возможность, если ответить верно, получите дополнительную минуту на размышления. Слушаем вас. Отвечает Новоселова Полина. Наша команда посовещалась и решила, что это икона Божьей Матери под названием «Взыскание погибших». А теперь давайте внимательно посмотрим, что же находится в загадочном ларце. А счет тем временем становится 4-1 в пользу знатоков команды Дарьи Новоселовой. Шестой вопрос для своей команды выберет Александр Муравецкий. Вопрос номер 28. Какое, по мнению свидетеля Николая Сербского, условие должен выполнить человек, чтобы повернуться во всех смыслах лицом к Богу? Я начну сейчас цитату свидетеля Николая Сербского, а вы должны будете ее продолжить. Итак, внимание. Бог и грех находятся на двух разных полюсах. Никто не может повернуться лицом к Богу, не повернувшись сначала. Продолжите фразу. Ну да, или там спиной греху. Спиной, ну не повернувшись от греха. Что вы будете всегда лицом к Богу? На двух полюсах вовремя лицом к Богу надо отказаться от греха. Ну конечно, это невозможно, но хотелось бы постараться. Тогда существовало такое значение, как 180 градусов. Ну, в общем, нужно как именно звучало выражение? Чтобы повернуться лицом к Богу, чтобы повернуться лицом к Богу, нужно отвернуться от греха. Или там отвернуться от от греха. Да, ну от греха, конечно. Ну, да. Или что-нибудь много ну, логично, да. Если на двух разных полюсах. Ну, а здесь и соблюдение с собой. Бог и грех находятся на двух разных полюсах. Никто не может повернуться лицом к Богу, не повернувшись сначала. Продолжите фразу. Дарья Новоселова, вы сможете это сделать? Да. Не повернувшись сначала. Мы считаем, что это высказывание можно продолжить так. Не повернувшись сначала спином к греху. Не повернувшись сначала спиной к греху. Читаем мы из учителя Николая Сербского в его книге «Мысли о добре и зле». 5.1 В пользу знатоков православной культуры завершающий седьмой вопрос выберет капитан Дарья Новоселова. Вопрос номер 41 Итак, внимание! Сборная команда знатоков из города Саки задает вам свой вопрос. Празднование этому святому было установлено Александром Невским после того, как в 1240 году им была одержана знаменитая Невская победа над шведскими крестоносцами. Но церковное почитание этого святого началось на Руси значительно раньше. Митрополит Иларион в слове о законе и благодати называет его, то есть этого святого, во владыках апостолом, подобникам святого Константина. Через одну минуту скажите, о каком святом идет речь? Владимир. Это без вариантов. И даже если он похож на Константина, Константин же тоже был императором. И Владимир тоже писал в своем слове о законе и благодати про Владимира. У нас засрочный ответ. Но, как вы понимаете, это последний вопрос был, и здесь уже никак мы не сможем с вами использовать заработанные баллы. То есть вы хотите бесплатно, бескорыстно ответить досрочно. Да. Ну что же, вот такое бессеребряничество нами только приветствуется. Итак, какой же правильный ответ? Мы считаем, что это святой Владимир, который в 988 году крестил Русь. Ну, а мне не остается ничего другого, как напомнить нашим уважаемым телезрителям, что действительно в этот год тысячелетие представления святого равноподственного князя Владимира. Наша передача, кстати, посвящена этому юбилею. Наши знатоки справились и с этим вопросом верно. И счет поэтому становится 6-1. А сейчас для вас звучит старинная русская песня. Правда, в современной обработке. На музыку Игоря Крутого для вас поет ансамбль «Петропавловская песня». Девка по саду ходила по зеленому догуляла ойли, оли, ойли, оли, ойли, оли да ойли, оли ой По зеленому догуляла с ноги на ногу ступала ойли, оли, ойли, оли ой ле ой ой С ноги на ногу ступала, да на камушек наступила Ой-ли-оли, 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 да, ой-ли-оли Девка по саду ходила, да по зеленому, да гуляла Ой-ли-оли, 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 да, ой-ли-оли По зеленому, да гуляла, с ноги на ногу ступала Ой-ли-оли, 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 да, ой-ли-оли С ноги на ногу ступала, да на камушек наступила Ой-ли-оли, 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 да, ой-ли-оли Через саги, через вишни перепёлка летела, ой-ли-оли, ой-ли-оли, перепёлка летела. Ой, бог тебе дал, белогирюшка, за кого ты хотела, ой-ли-оли, ой-ли-оли, за кого ты хотела. Ой, помните, беда, Александровна, За кого-то желала? Ой, 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 за кого-то желала? Мимо игрушки, да мимо яблоки Дорожка лежала Ой, 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 дорожка лежала Только, 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 и снявку Себя бояре Ой, 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 души, да бояре Ну тоже, дорогие друзья, победой закончилась сегодняшняя встреча Победой знатоков православной культуры со счетом 6-1 Как видно сейчас на турнирной таблице Вторая команда с этим счетом вышла в финал нашего конкурса И для того, чтобы узнать, кто же из знатоков был сегодня самым лучшим в команде Дарьи Мы попросим Кристину Гагиковну Никитину представить замечательную книгу по теме «История православной культуры» Уважаемые знатоки, сегодня мы хотим подарить книгу об истории православной культуры русской «Святая» Эта книга вручается лучшему знатоку Вы знаете, когда в семье есть дети, то родители желают не только здоровья и счастья Они очень хотят ими гордиться И сегодня за этим столом сидят две девочки Которыми, безусловно, родители гордятся Потому что они две сестрички Я очень рада, что мне не пришлось выбирать между ними И что этот подарок идет в их семью Где они будут изучать, познавать И вместе проводить, возможно, теплые семейные вечера Лучшими знатоками в сегодняшней игре становятся Дарья и Полина А всем остальным я желаю удачи и новых успехов Спасибо, Кристина Гагиговна И спасибо вам, дорогие телезрители За то, что провели это время вместе с нами Со знатоками православной культуры Как всегда, хочу напомнить вам адрес По которому вы можете прислать свои вопросы Российская Федерация, город Симферополь Почтовый индекс 295-011 Улица Героев Аджамашкая 9-11 Также сейчас на экране наш адрес в интернете www.znatoki.artox.ru Мы ждем ваших писем, ждем ваших пожеланий Ждем вас, ваши школьные команды Ваши команды высших учебных заведений На нашем конкурсе Мы прощаемся ненадолго, ровно на неделю Для того, чтобы встретиться с третьей командой Полуфинала Республиканского конкурса Страхов православной культуры Который проводит Севербургская Крымская партия Совместно с Министерством образования Республики Крым И, конечно же, редакцией Первый Крымский телеканал Всего доброго, Ангела Хранителя Всем вам, до свидания, до новых встреч Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»